В городе Майсур жил один человек. Он был известен как охотник за призраками, или тантрик. Он ловил призраков и запечатывал их в бутылке. Я поддерживал отношения с ним. Думаю, что смогу украсть одну из этих бутылок, так как мне очень хотелось увидеть призрака. Встречал ли Садгуру призрака? Садгуру, раз уж мы заговорили об историях и пришли к выводу, что когда мы были детьми, самыми интересными историями, которые мы слышали от родителей, дедушек и бабушек, от друзей или от взрослых, были истории о привидениях. Почему-то маленьким детям нравятся страшилки. Им всегда нравятся истории о привидениях. Больше, чем любые другие истории. Встречали ли вы когда-нибудь призраков? Когда вы путешествовали в горах. Из-за этого у меня могут быть неприятности. Видите ли, цель рассказов о призраках не в том, чтобы напугать вас, а в том, чтобы дать вам такое переживание, когда волосы встают дыбом? Была одна парикмахерская в штате Луизиана. И там было полно комиксов с ужасами и историями о призраках. Не было ни обычных газет, ни журналов, ничего другого. Однажды кто-то спросил у парикмахера, «Почему вся парикмахерская завалена такими историями? У вас что, нет других журналов? Ничего про стиль или моду? Ничего. Только истории о призраках и разные страшилки. Почему?» Он ответил, «Понимаете, в моей профессии, когда волосы клиента стоят дыбом, работать гораздо проще». Так что смысл в том, чтобы дать вам такое переживание, когда волосы встают дыбом, а не в том, чтобы напугать вас. Меня все это чрезвычайно увлекало. В городе Майсур жил один человек, который работал в городской корпорации Майсура. Про него говорили, что он охотник за призраками или тантрик. Я всегда интересовался подобным. И однажды я услышал, что этот парень ловит призраков в бутылке и хранит их у себя. Там, где у него алтарь или мастерская, неважно, что это. Так что я захотел пойти туда и посмотреть. Сначала он не хотел меня пускать к себе, но я был настойчив, и в конце концов он провел меня внутрь и показал мне множество бутылок. Он начал показывать, в этой бутылке такой это призрак, в этой женщина, в этой мужчина. Я смотрел на все это, но не видел ни мужчин, ни женщин. Я видел только прозрачные бутылки с пробками. Но я продолжил поддерживать с ним отношения, думая, что смогу украсть одну из этих бутылок, потому что мне очень хотелось увидеть призрака, потому что я слышал самое разное, самые невероятные истории. Так что мое любопытство разгорало все сильнее и сильнее. Мои волосы не становились дыбом, и мне не было страшно, но мне становилось все более и более любопытно. Месяцами, каждую ночь, я посещал места кремации, желая увидеть своими глазами. Люди приходят, сжигают мертвых, когда кремация происходит на костре, весь процесс занимает 4, 5, 6 часов. Люди стоят там в течение часа, полутора, а затем у них же есть другие дела. Они будут оплакивать и рыдать, но они уйдут, пока тело еще горит. С костром обычно происходит следующее. В силу финансовых причин экономический аспект присутствует всегда и во всем. Если постоянно не подкладывать в огонь достаточное количество дров, когда обрушивается внешняя часть, из-за того, что шея такая тонкая, она сгорает, и как только перегорает позвоночник, горящая голова может укатиться. Так что я подбирал ее с помощью палки и клал обратно, и ждал, да когда же этот призрак появится? Много месяцев подряд я сидел там, но ни один призрак так и не появился. Люди говорили, если вбить гвоздь в это тамариндовое дерево, появится призрак. Я все дерево исколотил гвоздями, но так ничего не произошло. Потом говорили, вот в этом доме живет призрак. Я начал упрашивать, позвольте мне переночевать в этом доме и посмотреть, появится ли призрак. Но ничего не произошло. Так что я пошел к этому тантрику, и когда он сказал мне, что призраки в бутылках, я захотел украсть одну из них, но он их очень берег. Так что там я так ничего и не увидел, за исключением одного инцидента. Рисовой мукой он нарисовал сложный узор, и в каждом из пяти углов этого узора он положил по одному яйцу. Он долго что-то делал, и вдруг раз, хлопнул в ладоши, и все пять яиц хлопнули прямо передо мной. Я подумал, что-то определенно произошло. Не знаю, было ли это призрак, или что-то еще, но определенно, сам он не мог дотянуться до всех этих пяти яиц. Он стоял в стороне, и все пять яиц хлопнули. Это подействовало на меня. Я все думал об этом. Позже, когда я гулял у себя на заднем дворе, я смотрел по сторонам и увидел на дереве гуаву, фрукт. Я посмотрел на этот фрукт, и он упал. Что? Я проделал это снова и снова, и фрукты падали. Затем я привел своих друзей и сказал им, идиоты, смотрите. Фрукт упал. Они сказали, что? И не один раз. Я повторил это пять-десять раз, так что это не было случайностью. Но потом, примерно через три дня после этого, я почувствовал отвращение. За всю свою жизнь я никогда не испытывал подобного. Потому что я никогда не занимался этим. Через все мое тело прошло отвращение. Так что я понял, что сделал что-то в корне неправильное. Больше я никогда такого не повторял. Я сказал, хочешь гуаву? Поднимись на дерево и сорви ее. Хотите чего-то в своей жизни? Идите и возьмите это сами. А такие вещи мы больше повторять не будем. Так что я понял, использовать свои энергии таким образом в корне неверно. Так что же такое призрак? Все вы призраки с телом. Сидите вы или ходите. Все вы призраки, у которых есть тело. Но когда кто-то теряет свое тело, вы начинаете думать, что он стал чем-то ужасным. Почему? Они остались такими же, как вы. Просто потеряли тело. Правда ли, что вы набрали свое тело за какое-то время? Предположим, вы потеряли контроль над тем, сколько вы едите, и стали вот такими большими. А затем пришли на йогу-программу, и постепенно ваш размер уменьшился вдвое. Значит ли это, что половина вас стала призраком? Значит, так что если кто-то потерял тело, 50-60 килограмм планеты, которые мы взяли и превратили вот это, если кто-то возвращает это обратно, разве он становится призраком? Тогда вы тоже призрак, только у вас есть тело. Не так ли? Видеть жизнь таким образом — это ненормально. Только из-за того, что кто-то потерял свое тело, он становится чем-то страшным, чем-то ужасным. Это совершенно неправильный взгляд на жизнь. Природа жизни такова, что... Сейчас вы должны обратить внимание на следующее. Не подумать об этом с точки зрения интеллекта, но почувствовать на своем опыте. Все здесь дышат. Да? Просто проверяю. Вы дышите? Вы дышите. Если вы дышите... Если вы дышите... Скажем, вот это здание. Сейчас это больше похоже на четырехугольный двор. Здесь есть жизнь, в которой вы дышите. Вы можете называть это воздухом, но по сути это жизнь. Потому что если я уберу его, это уйдет? Да? Ваша жизнь уйдет. Жизнь происходит только благодаря этой передаче, не так ли? Так что дело не только в воздухе или кислороде, или в чем-то еще. Это живой космос. Вы как маленький пузырек. Вы содержите некоторое количество жизней. Вы надували мыльные пузыри, когда были маленькими. Когда вы надуваете пузыри, у вас вот такой большой пузырь, у меня вот такой. И мы говорим, это мой пузырь, это твой пузырь. Затем они лопаются. Когда они лопнут, вы не говорите, это мой воздух, это твой воздух. Не так ли? То же самое и здесь. Это просто пузырь. Вы заключили некоторое количество жизни в нем, и она функционирует определенным образом. Когда пузырь лопается, не существует такого понятия, как ваша жизнь и моя жизнь. Возможно, вы не в состоянии лопнуть весь пузырь полностью. Вы можете лопнуть внешнюю поверхность пузыря, но внутреннее пространство все еще сохранится. Только из-за этого, только из-за того, что внешний слой пропал, станете ли вы называть это призраком? В таком случае вы — призрак, у которого есть тело. Субтитры создавал DimaTorzok